Добрый день! С вами в студии Левицкая Наталья Игоревна, юрист коллеги адвокатов «Особое мнение». Сегодня мы с вами обсудим тему, как защититься от незаконного увольнения. Начнем с того, что в большинстве случаев трудовые отношения прекращаются по желанию работника. Даже если решение об увольнении принимает наниматель, то это, как правило, не влияет на формулировку в трудовой книжке. Все равно записывает то же собственное желание, а вернее в соответствии со статьей 77 Трудового кодекса, расторжение трудового договора по инициативе работника. Зачастую даже в случае конфликта между работником и руководством компании такая формулировка удобна обеим сторонам и считается наиболее компромиссной. Наниматель избавляется от проблемного сотрудника, а тот уходит по-хорошему с привычной и понятной записью неиспорченной трудовой книжкой. При этом далеко не все специалисты знают, что именно представляют собой нехорошие статьи увольнения, которыми их иногда пугает начальство. С правовой точки зрения увольнение – это прекращение трудовых отношений. Но фраза «вы уволены» часто звучит как приговор. Полный перечень всех оснований расторжения договора по инициативе работодателя содержится в статье 81 Трудового кодекса. Зачастую работодатель, чувствуя себя хозяином ситуации, увольняет сотрудников, не уделяя должного внимания соблюдению норм закона. Подобные ошибки могут быть успешно использованы работникам для защиты своих прав. За что же могут уволить? Прежде всего, за плохую работу, то есть за неисполнение трудовых обязанностей и нарушение трудовой дисциплины. Действительно, законодательство предусматривает в качестве дисциплинарного взыскания расторжение трудового договора при неисполнении работникам своих обязанностей. Причем в Трудовом кодексе приведен список конкретных нарушений. Следует заметить, что каждое из этих оснований наниматели не всегда применяют правомерно. Рассмотрим два наиболее типичных конфликта. Итак, первая ситуация. Вас увольняют за прогул. Но бесспорным основанием для принятия такого решения сам по себе факт отсутствия специалиста на рабочем месте не является. Прогул — это отсутствие без уважительных причин весь день, смену или более четырех часов подряд. Законность расторжения договора зависит от наличия обоих условий. Но основная проблема вот в чем. В Трудовом кодексе нет перечня уважительных причин отсутствия на рабочем месте. Поэтому и получается, что в каждом конкретном вопросе решается по усмотрению нанимателя. Разве это справедливо? По сложившейся традиции уважительной является любая причина отсутствия на рабочем месте, которая подтверждена документально. Если вы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами, незапланированный или затянувшийся визит к врачу, поломка водопроводного крана, закончившийся потопом и вызываться техника, позаботьтесь о том, чтобы ваше вынужденное отсутствие на службе было соответствующим образом оформлено. Доказательством могут служить журналы регистрации, талоны и прочее. Или запастись соответствующей справкой. Это пригодится для разрешения конфликта с начальством. Помните, отсутствие на работе менее 4 часов подряд, по причине, которую наниматель не счел уважительной, является основанием для наложения дисциплинарного взыскания, замечания или выговора, но не для увольнения. Но даже в том случае, если работодатель настаивает на вашей виновности и называет отсутствие на работе прогулом, он должен строго соблюсти установленный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности и последующее увольнение. Если причина вашего отсутствия неуважительная, но работодателем нарушены упомянутые формальности, его действия не будут признаны судом правомерными. Соответственно, и само увольнение окажется незаконным. Какова же правильная процедура? Факт отсутствия человека на работе обязан зафиксировать документально в соответствующем акте, подписанном не менее чем двумя свидетелями. Сотрудник должен быть ознакомлен с этим документом под роспись. У него обязаны взять письменные объяснения по факту его отсутствия. Здесь, а возможно и для последующего судебного разбирательства, и пригодятся те самые справки и записи о местонахождении в рабочее время. В этом случае нанимателю будет крайне затруднительно, а вернее почти невозможно доказать в суде обоснованность увольнения за прогул. Рассмотрим вторую ситуацию. Работодатель увольняет вас за плохую работу, то есть за неисполнение трудовых обязанностей. В соответствии с законодательством у него действительно есть такая возможность, но только при соблюдении ряда условий. Так, статья 81 Трудового кодекса РФ предусматривает расторжение договора с человеком, неоднократно не исполнявшим трудовых обязанностей без уважительных причин, если до этого на него накладывалось дисциплинарное взыскание. Следовательно, основанием для увольнения является нарушение трудовой дисциплины, то есть правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций и иных внутренних документов компании. Но следует учитывать, нарушением трудовой дисциплины будет считаться только неисполнение нормативных документов, регламентирующих трудовые отношения. Например, нарушение требований к офисной одежде сотрудников не относится к нарушениям трудовой дисциплины и соответствие не может рассматриваться как неисполнение работникам профессиональных обязанностей. Отказ от выполнения работы, не предусмотренный трудовым договором и должностной инструкцией также не считается нарушением дисциплины. Например, изначально в ваши обязанности бухгалтера не входила в выдача заработной платы и иных денежных средств сотрудникам. Спустя некоторое время работодатель издал приказ, в котором дополнительно возложил на вас функции кассира. Несмотря на то, что неисполнение письменного приказа руководителя является прямым нарушением трудовой дисциплины, в данном случае будут признаны неправомерными действия начальника. Ведь, чтобы возложить на сотрудника обязанности, не предусмотренные трудовым договором, необходимо сначала заключить с ним дополнительное соглашение, в котором будет указана новая трудовая функция. Для увольнения по данному основанию важно также то, уважительна ли или неуважительна причина, по которой работник не исполнит трудовых обязанностей. Этот момент всегда спорный, и часто последнее слово остается за судом. Но в любом случае уважительной причиной всегда будет считаться отсутствие надлежащих условий работы, которые наниматель в соответствии с трудовым законодательством обязан обеспечить. Например, снабжать персонал оборудованием, инструментами, технической документацией и т.д. И, наконец, для увольнения человека работодателю необходимо доказать, что он неоднократно, два и более раз, не исполнял свои трудовые обязанности. Причем к нему раньше в течение года уже должно быть применено дисциплинарное взыскание, замечание или выговор, не снятое в дальнейшем. Таким образом, если на момент решения вопроса о ненадлежащем исполнении трудовых обязанностей ранее наложенное взыскание было снято досрочно или автоматически, в данном случае это не имеет значения, то работодатель также не вправе уволить специалиста, поскольку тот считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Наряду с этим необходимо учитывать, что трудовое законодательство содержит одну особую уговорку, которая может стать решающей. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей продолжается, несмотря на наложение дисциплинарного взыскания, появляется возможность уволить сотрудника по рассмотренному выше основанию, и закон будет на стороне нанимателя. В последнее время все чаще встречаются случаи увольнения на основании неудовлетворительного результата, показанного новым сотрудникам в период прохождения так называемого «испытательного срока» ст. 71 Трудового кодекса РФ. Типичные нарушения, допускаемые работодателем в подобной ситуации, отсутствие в трудовом договоре с работником, условия об установлении ему испытательного срока. Также установление испытательного срока работникам, которые в соответствии с законом не устанавливаются испытания. Отсутствие либо недостаточность документально подтвержденных результатов неудовлетворительного прохождения испытания работника. Увольнение по истечении срока испытания. Непредупреждение работника о предстоящем увольнении в письменной форме за три дня с указанием причин. Что же следует знать работнику? Если испытательный срок в трудовом договоре не установлен, либо установлен в отношении льготных категорий работников, это повлечет за собой признание судом увольнения в связи с неудовлетворительным результатом испытания незаконным. Необходимыми доказательствами в подобных случаях будут являться трудовой договор, трудовая книжка с записью об увольнении, а в необходимых случаях документы, подтверждающие льготный статус работников. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации испытания при приеме на работу не устанавливаются. Первое. Для лиц, избранных по конкурсу. Далее. Для беременных женщин и женщин, имеющих детей до полутора лет. Для несовершеннолетних. Для молодых специалистов, впервые поступивших на работу, по полученной специальности в течение одного года, после окончания учебного заведения. Для лиц, избранных на выборную оплачиваемую должность. Также для лиц, приглашенных в порядке перевода от другого работодателя. Для лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. И для лиц, успешно завершивших обучение в рамках ученического договора с данным работодателем. Следует также помнить, что испытательный срок устанавливается именно при приеме на работу, а не при переводах на другую должность. Необходимость аргументации того, что сотрудник показал на испытательном сроке неудовлетворительные результаты, лежит на работодателе. Если работодатель не сможет предоставить суду документальных доказательств несоответствия работника поручаемой работе, это различные акты, журналы учета этапов испытания, объяснительные работника и тому подобное. Это повлечет признание увольнения незаконным. Нечеткое указание работодателям трудовых обязанностей работника в трудовом договоре или должностной инструкции также позволяет работнику заявить доводы о том, что работа, за несоответствие которой его уволили, не должна была поручаться ему, так как не обусловлена трудовым договором. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытанием. Теперь поговорим об актуальных спорных вопросах и о защите прав работников перед работодателем. Следует знать три ключевых момента, прежде чем складывать руки. Во-первых, о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности работников организации работодатель должен предупредить за два месяца до увольнения под роспись. До истечения этого срока работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор только при условии выплаты компенсации работнику. Во-вторых, если уж случилось так, что работника все-таки уволили, а он считает, что незаконно, работник имеет право защищать свои трудовые права всеми способами, не запрещенными законом. Увольнение признается незаконным, когда у организации отсутствует основания для расторжения трудового договора, нарушен установленный порядок увольнения, либо не были учтены специальные гарантии, установленные законодательством. Как правило, при грамотной защите и при правильно соблюденной документации суд встает на сторону работника. В том случае, если увольнение признано незаконным, суд прежде всего восстанавливает сотрудника на прежней работе. Если же уволенный больше не желает возвращаться в компанию в качестве работника, то суд обяжет работодателя изменить приказ об увольнении и справить в трудовой книжке работника запись об увольнении, на запись о расторжении договора по собственному желанию. Другим обязательным последствием незаконного увольнения является выплата сотруднику среди месячного заработка за время вынужденного прогула. Также предусмотрена возможность возмещения работнику морального вреда за незаконное увольнение. В основном работодатель не оставляет работнику иного варианта, как обращение за защитой своих прав в суд. Преимуществом работника является освобождение от уплаты судебных расходов. И в-третьих, важно знать, что существуют сроки исковой давности. Работник имеет право обратиться в суд в течение трех месяцев со дня, когда он узнал о нарушении своего права, а при увольнении в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении, либо со дня выдачи трудовой книжки. При пропуске данных сроков без уважительных причин суд может отказать работнику в защите его трудовых прав. Поэтому, если у вас все-таки возникла подобная ситуация, необходимо без промедления проконсультироваться у специалистов. С вами в студии была Левицкая Наталья Игоревна, юрист коллеги адвокатов «Особое мнение». Сегодня мы с вами обсуждали, как обезопасить себя от незаконного увольнения. Если у вас остались вопросы, мы будем рады вам помочь. Всего доброго!